ну давайте официально будем теперь начинать я всех приветствую собравшихся и тех кто подключился к нам по системе вебинар меня зовут сергей клевоген я инструктор центре компьютерного обучения специалист мы собрались на семинаре по построению днс-туннеля ну естественно не для того чтобы научиться его строить и применять а для того чтобы противодействовать построению днс-туннеля если кто-то захочет в организации так поступить давайте познакомимся меня зовут сергей и если вы напишите в браузере www.clivog.ru ко мне на страничку специалисты попадете фотография много имеют статусов имеют статус этичного хакера я инструктора по курсам этичного хакинга специалист и целый трек ну и просто хороший человек вам расскажу как строится днс-туннель как с помощью него firewall обходится и как можно ему противодействовать главным образом обнаружить этот туннель так мы собрались на этом семинаре для того чтобы научиться защите от построения днс-туннеля которым злоумышленники могут обойти корпоративный firewall но это такая глобальная цель которая может стоять перед администратором если даже вы не администрируете никакой firewall вам все равно будет интересно лишний раз повторить что такое днс-туннель что такое firewall и посмотреть как я вам днс-туннель построен я предполагаю что у вас уже есть представление что такое днс-туннель системы именования доменов что это такой протокол с помощью него компьютеры разрешают имена в айпи адреса айпи адреса нужны для взаимодействия также русское слово туннель все знаем такое подземное сооружение для транспортных целей поезд туннель вяжет днс-туннель это использование протокола днс для транспортных целей то есть чтобы через протокол днс пошел какой-то другой протокол может быть http ftp ssh и так далее ну зачем этот семинар нужен зачем нужен туннель ну туннель нужен понятно для чего в firewall выйти в интернет выйти какую-то информацию отправить а семинар зачем нужен ну прежде всего специалисты хочет прославиться а во вторых у специалиста есть курс по этичному хакингу если даже на сайт специалиста зайти там в поиске написать хакинг или вот всех написать certified ethical hacker найдем этот курс и на этом курсе много чего изучаем различные техники изучаются и вот когда он рассказывал различные техники обхода firewall там есть тема а еще бывает днс-туннель но курс интенсивно идет и нет времени детально рассказать показатель давайте вот этот днс-туннель прямо сейчас построим детально разберем поскольку очень интенсивно идет курс если посмотреть тут и сбор информации сканирование хакинг системы трояна байк-долры смеха социальной инженерии взлом веб-сервера где тут будет охот фаерволы где-то и в троянах и в сканировании присутствует и времени здесь уже нет его детально изучать поскольку хочется посмотреть прямые трояны реверсные ну и так же может быть вы посмотрите вам понравится скажите вы какая интересная тема давайте я на курс скажу курс сделан компанией если канцел не можем на сайт зайти виси канцел точка орг электроник камер с канцел совет по электронной коммерции эта организация предложила курс по хакингу и много других курсов специалист взаимодействует с этой организации он авторизован и я авторизованный инструктор и специалист авторизованный учебный центр достижение этого совета в том что курс аккредитован и соответствует стандарту анси и госту 17.024 кто свидетельствует о высоком качестве сертификата и курса когда мы разобрались где мы находимся составим план на ближайшие полтора часа сначала провозгласим основные термины которые нам пригодятся посмотрим как днс работает на предприятии где место сервера где место фаервола и как может быть настроено делегирование днс сервером для какой-то зоны я вам покажу как делается днс туннель как установить туннелирующий сервер как настраивается проксирование и как клиент этот туннелирующий днс сервер может использовать для того чтобы свой трафик через днс вывести в обход любого фаервола а под конец поговорим как от этого защищаться мы увидим что есть три участника игры днс сервер фаервол и клиент соответственно там и там и там мы можем какие-то меры применить и они будут вам очевидны после того как вы на днс туннель посмотрите основные термины которые вы должны знать на этот слайде перечислены самый главный термин системы вот мне он нравится я считаю что с него все начинается что системы это совокупные взаимосвязанных компонентов днс система нас в организации информационная система если система фаерволов компьютер операционная система компьютеры тоже системы они между собой взаимодействуют система называется открытой если она может взаимодействовать с другими системами. Модель взаимодействия открытых систем вам должна быть хорошо известна и знакома. Если, кстати, вы модель взаимодействия открытых систем и не знаете, что такое, вам могу рекомендовать курс по межсетевому взаимодействию. Там целый день эту модель взаимодействия изучают, теория, также курс тактическая, периметровая защита детально модель АСИ изучают. Я сейчас не буду про эту модель АСИ рассказывать, но это вот то, что нужно знать как таблицу умножения, если вы хоть что-то хотите понимать в сетях. Народ разный, кто-то может быть, есть эксперт, говорит, конечно, я модель АСИ знаю, кто-то подключился не очень, поэтому так рассказываю. А вот модель взаимодействия провозглашает, что давайте компьютеры взаимодействуйте по протоколам. Протоколы – это правила, по которым компьютеры взаимодействуют между собой. Так вот эти протоколы описываются в специальных документах, которые называются RFC. Можно пойти на сайт какой-нибудь RFC-эдитор, там их накачать. Кункт свечер всегда RFC переключает на кассу, если ему не сказать. Мы их снова изучать, качать, читать, как на курсах не будем, но вы должны тоже очень хорошо понимать, что и TCP, и DNS, и SSH, они в этих RFC описаны, и может быть даже номер RFC какой-нибудь запомнить. – Здравствуйте, вы на семинар пришли, да? – Да. – Ну, присоединяйтесь к нам, меня зовут Сергей, располагайтесь, мы познакомимся, основные термины смотрим. – Начинаем, кто у вас? – Ну, у нас кто-то собрался в группе, а кто-то подключился по системе вебинаров, так что мы тут не одни, у нас много слушателей. – Ну, что ж, давайте непосредственно приступим к практике. Вспомним, как работает протокол DNS, и я вам в виртуальных машинах, у меня вот есть виртуалбук с виртуальными машинами, покажу, как инфраструктура DNS на практике может быть реализована. – Есть DNS-клиент. – DNS-клиент, давайте я вам сразу покажу. – Есть у меня компьютер Windows 7. – Это он DNS-клиент, такой же, как мой хостовый компьютер, с которого я веду трансляцию в семинар. – Почему он DNS-клиент? – Потому что у него есть различные настройки, у него IP-адрес есть. – Помимо IP-адреса, у него есть настройка «Использовать определенный DNS-сервер». – Ну, вы видите, 10.5.6.212, он думает, что это его DNS-сервер. – А у него 10.5.6.7 – его IP-адрес. – Он DNS-клиент. – И когда он захочет разрешить имя в IP-адрес, желает, например, пойти в интернет, и когда он в интернет выходит, пишет какое-то имя, специалист.ру напишет, допустим, то это имя обязательно транслируется в IP-адрес. – Это IP-адрес. – DNS-клиент. – Как узнал? – По протоколу DNS обратился к DNS-серверу, получил ответ. – Мы можем посмотреть на этот рекурсивный запрос, который отдет от DNS-клиента к DNS-серверу, на который он настроен. И я предусмотрительно установил на клиенте Sniffer, VrShark. – Наверняка вы видели такой DNS-запрос, но не лишнее. Будет его еще раз посмотреть. – Ну, такое «Трафик, трафик, трафик». И, допустим, «Ping», «Кой-нибудь nmap». Вот так вот выглядят DNS-запросы. На своем компьютерном языке мой компьютер обращается к DNS-серверу и говорит, скажи мне, «ДНС-сервер, вот тебе запрос, nmap.org, желаю пинговать, или на сайт пойду, или еще что-то с ним буду делать». И получаю ответ, у nmap.org какой-то IP-адрес, зачем-то ты его спрашиваешь. Ну, мы посмотрели на этот рекурсивный запрос. Как корпоративный DNS-сервер узнал этот IP-адрес? Он обратился на полномочный DNS-сервер, и тот ему это сообщил. Причем корпоративный DNS-сервер может не сам обратиться на полномочный DNS-сервер, а мог использовать пересылку. То есть он мог предвариться клиентам и пойти на DNS-сервер провайдера, и там что-то спросить. Давайте я вам покажу корпоративный DNS-сервер, который предусмотрительно установил на другой виртуальной машине. Не обязательно должен быть Windows-сервер. DNS-сервер может быть на сетевом оборудовании, на Linux, на Unix. Но я помимо того, что инструктор по этичному хакингу, еще и сертифицированный тренер Майклосов, MCT, и поэтому мне тема Windows-сервера ближе. Я на Windows-сервере DNS-сервер установил. Если кто-то не видел ранее, то вот смотрите, так выглядит 12-й сервер. И вот здесь установлен такой DNS-сервер. И если пойдем на курсы по конфигурированию сетевой инфраструктуры, у нас там будут учить, как DNS-сервер устанавливается, как настраивается. Допустим, меня уже научили, и вот мой DNS-сервер, компьютер сервер 2012, имеет свойство, что если что не знаешь, 10, 5, 6, 254, туда отправляй запрос, это роутер провайдера, он тебе поможет. Действительно, так и есть. Вот IP-адрес DNS-сервера, 10, 5, 6, 20, 12, на него настроен мой клиент, а мой корпоративный DNS-сервер таким же рекурсивным запросом отправляет запрос на DNS-сервер провайдера, тот через корневой DNS-сервер, через полномочный DNS-сервер узнает правильный ответ, возвращает корпоративному DNS-серверу, тот возвращает клиента. Вот такова инфраструктура DNS. Ну вот, вкратце ее повторили. Может быть, сразу есть какой-то вопрос, спросите. Ну хорошо. Вот теперь у клиента есть IP-адрес. Что происходит дальше? Дальше DNS-клиент выходит в интернет. И в интернет он выходит через Firewall. Отмечу сразу, что Firewall может стоять где-нибудь здесь и не пускать запросы клиента к DNS-серверу. Интернет у нас может быть где-нибудь здесь. Вот тут какой-нибудь интернет. По пути можно в DNS-сервер зайти. А может быть совсем другой путь. У клиента выход в интернет отличается от доступа к DNS-серверу. Там может быть совсем другой маршрут или другой адаптер. И здесь, естественно, тоже может быть Firewall. Ну давайте определимся, что такое Firewall, Грань-Мауэр, Межсетевой экран. Если откроем какой-нибудь словарик, нам сразу скажут, что это комплекс аппаратных программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих пакетов. Ну, если пойдете на курс по тактической защите, там специалисты целый день вас будут учить, как конфигурировать Межсетевой экран, корпоративный, ЮАГ, может быть, Fortinet, FortiGate, Cisco, ASA Firewall может быть. И конфигурируются Firewall-ы по-разному. Можно их конфигурировать и вручную, и групповыми политиками, импортом, экспортом правил. Совершенно не важно, как вы конфигурируете Firewall и какой Firewall. Локальный он, персональный, корпоративный. Он как-то конфигурируется, чтобы блокировать нежелательный трафик клиента. Ну, вот, допустим, мой клиент, он может попасть под действие Firewall. Я открою корпоративный, не корпоративный Firewall, а локальный Firewall. Вот, видите, вот он включен, но меня выпускает. Меня выпускает почему? Потому что есть входящие, исходящие правила, которые что-то моему клиенту разрешают. Похожая ситуация с корпоративным Firewall. Там может быть веб-админка, может быть какой-то там другой интерфейс, но обязательно там есть возможность администратора сделать правило, чтобы сказать, дай-ка я настрою какое-то правило, что если все программы захотят по протоколу TCP выходить на какой-то порт, ну, допустим, напишу сразу все порты, то примени это к любому локальному IP-адресу и строго заблокируй такое подключение. Вот я напишу, что есть у меня правило блок all TCP, даже напишу блок all TCP. И вот теперь это правило блокирует весь исходящий график. Ну, вот давайте проверим. Если я напишу сейчас ping какой-нибудь echo nmap org ну, видите, пинги проходят, что ICMP это не TCP трафик. И разрешение именно он будет проходить на место UDP трафик. А вот если я пожелаю на этот nmap org или даже какой-нибудь там Яндекс зайти, то вот попытка соединения не удалось, вам блокируется доступ к сервису. Администратор может конфигурировать, что ты можешь выйти куда угодно, но какой-нибудь сайт мы тебе блокируем и надо тебе в рабочее время ВКонтакте в одноклассниках сидеть. Или может какие-то IP блокировать, или может какой-то протокол блокировать. В данном случае у меня бескомпромиссное блокирование всего TCP трафика. И вот если что-то клиенту нужно, то ты пожалуйста крутись как хочешь, но через TCP ходить не надо. Я конечно могу здесь теперь что-то разрешить, допустим никуда ходить нельзя, одна специалист можно, IP адрес специалиста пропишу в исключениях. Ну допустим вот у меня есть ограничение, я хочу его сейчас обойти. Если есть вопрос, спросите. если специалист поменялся, вопрос звучит, что если написали правило для IP адреса, ну хочу все заблокировать, IP адрес сайта специалиста разрешить, а потом IP адрес поменялся. Естественно Firewall не узнает, если он ориентирован на IP адрес, и будет продолжать прежний IP адрес разрешать, а новый блокировать. но Firewall может уметь разрешать имя в IP адрес, и вы будете писать не IP адрес, а DNS имя, и тогда Firewall этот IP адрес динамично будет разрешать. Теперь как DNS сервера в интернете возникают. Они возникают так, что вы приходите к DNS провайдерам, может платите ему деньги, может не платите, и он вам устраивает делегирование вашей зоны. Мой DNS сервер имеет зону lab.ru здесь есть какие-то компьютеры. Давайте проверим, что разрешение имена работает. На клиенте напишу ping всех 7 lab.ru разрешил имя на IP адрес, пингует сам себя. если вдруг я хотел бы получить такие полномочия, чтобы все DNS сервера в мире ко мне обращались, я должен был бы получить делегирование с DNS сервера полномочного за зону.ru, чтобы он на меня делегирование сделал. И там, конечно, какой-нибудь другой интерфейс, но в 12 сервере делегирование вот так настраивается. Если я хочу проделегировать разрешение какому-то DNS серверу, разрешать какую-то зону, вот новое делегирование, и говорю какой-нибудь домен, допустим, назову его DNS, пусть он будет находиться на каком-нибудь DNS сервере. 10, 5, 6, какой-нибудь IP адрес. совершенно необязательно делать делегирование для примера, я могу делать условную пересылку, что угодно могу делать, главное, что у хакера может быть в распоряжении компьютер, где он точно так же поднимет любой DNS сервер, любой сервис, а потом придет к провайдеру и зарегистрирует свое доменное и получит таким образом делегирование. Вот у меня есть еще один компьютер, тут каля линук, но тоже не важно, какой он будет, у него есть IP адрес 10, 5, 6, 50, и допустим он каким-то образом умаслил провайдера, который дает ему делегирование зоны DNS на его IP адрес, и тогда он скажет 10, 5, 6, 50, пусть будет полномочен для вот этого вот мгновенного имени 10, 5, 6, 50, и его имя я напишу, скажу каля DNS k lab ru пусть будет такой, или даже вот так сделаю fqdm kali lab ru пусть будет вот такой, даже чтобы все было по-честному создан имя kali 10, 5, 6, 50 все как в самом настоящем интернете он говорит я уже создал имя мог бы даже не трудиться такое вот делегирование происходит на любых DNS серверах вот например есть домен www.klivogin.ru если написать www.klivogin.ru то имя разрешит свой IP-адрес вы ко мне на веб-сервер попадете там предель стоит на сайт специалиста перенаправится ну как я этот klivogin.ru сделал пошел такому же провайдеру который мне так имя проделегировал ну то у нас таким образом появилась информация что DNS лапру хостится на компьютере 10.5.6.50 и теперь если вдруг кто спросит у этого DNS сервера как мне запись ввб DNS к лапру найти DNS сервер скажет знаю знаю накали лапру пойди на этот вот IP-адрес он тебе разрешение имен выполнят так вот что делает хакер когда желает строить DNS туннель он желает сделать такую простую вещь что давай-ка подниму я у себя на компьютере специальный DNS сервер ну вот как-то так он у меня поднимется и все клиенты будут ко мне обращаться чтобы разрешить имена из определенной зоны все знают что мой IP-адрес здесь в примере другой у меня 10,5,6,50 но не важно клиент ко мне будет приходить и спрашивать как IP-адрес у компьютера из-за зоны DNS к лаб ру вот ко мне будет приходиться но у меня будет хитрый DNS сервер мой DNS сервер поднимется так чтобы не разрешать имена в IP-адреса чтобы поступить таким образом ко мне придут только мои люди я сам как хакер который хочет обойти Firewall к себе на этот DNS сервер приду и буду спрашивать не ВВВ не FTP а буду спрашивать какое-то вообще абстрактное имя которого естественно на DNS сервере не существует но оно и не надо вот тот запрос те данные которые придут в этом запросе не обязательно должна быть запись типа а это может быть запись типа текст типа кей вот эти данные я передам наверх в стек протокола TCP дальше за TCP может быть SSH SMTP HTTP еще куда-нибудь в данном случае DNS 1.TCPD предлагает сервисы SMTP или SSH то есть TCP а поверх TCP ляжет протокол SSH и таким образом что будет что хакер поднимает специальный сервер нет не Windows сервер не Bint не какой-нибудь а специальный DNS 2.TCPD сервер таких серверов много я взял код который в кале Linux уже есть ничего скачивать устанавливать не нужно он там уже есть и функция у него будет такая кто ко мне придет я трафик полученный через UDP DNS брошу в TCP брошу в SSH вот такой туннелирующий DNS сервер у меня будет а если сервис SSH который на моем же DNS сервере поднят вдруг решит что-то ответить то пожалуйста через TCP в DNS пойдет ответ я точно так же отвечу клиент клиент будет не дурак он ответ обратно через UDP в SSH транслирует и насладится коммуникацией будет будет со мной разговаривать через протоколы DNS вот идея реализации туннелирующего DNS сервера а давайте теперь посмотрим как он реально в Linux может быть сделан да да есть такая команда DNS DNS to TCP D здесь написано можете конечно конфигурировать тут что-то но вам нужен всего один ключик F и укажите конфигурационный файл буква F большая в учебных целях может быть вы его в foreground захотите запустить для того чтобы видеть как он работает можно не писать тогда он в background будет синтаксис конфигурационного файла не секретен и вот если я вам его покажу он лежит как все в Linux в ETC то вы увидите что выглядит он очень просто слушай мой IP-адрес кто придет и скажет DNS кола про отправь его в SSH или в SMTP куда захочет SSH здесь уже поднят я вам покажу напишу нет стат видите 22 порт компьютер уже слушает то есть он готов SSH подключение принимать так вот что сделает DNS он скажет приходите приходите ко мне через DNS спросите какую-нибудь ерунду про DNS кола про то что вы спросите я транслирую в данные которые отправятся прямиком в демон SSH SSH вам наверное ответят ответ я вам отправлю DNS ответом ну что ж конфигурационный файл изменить не сложно в любом редакторе как даже редактировать показывать не буду это тема курсов по Linux но есть такой конфигурационный файл есть такая чудо утилитка я соответственно ее запускаю пишу DNS to TCP используя вот этот конфигурационный файл который мы только что посмотрели он говорит хорошо так и будет и давайте теперь проверим я снова напишу нет стак и теперь видите я не только 22 порт слушаю а буду слушать еще и 53 порт если сравнить до того как запустил здесь 53 порта не было DNS 53 порт используют а теперь я 53 порт слушаю если кто ко мне будет чего спрашивать я по протоколу DNS буду отвечать но отвечать буду хитро потому что это не простой DNS сервер не бинт какой-нибудь не хеймвин DNS сервер не еще какой-нибудь смол DNS сервер самописный а это специально написанный DNS сервер который DNS запросы в трафик TCP перекидывает и потом отправляет хотите в SSH хотите в SMTP ресурсы могут быть разные теперь хорошо как сделать чтобы TCP провалился в DNS мы посмотрели а как насчет проксирования здесь хорошая забавная новость насчет проксирования ничего делать не нужно открываем RFC 4251 описывающий протокол SSH в которой будет проваливаться мой DNS трафик и видим что SSH нативно поддерживает проксирование уже ничего не надо конфигурировать в SSH этот функционал уже есть у меня есть демон SSH он из коробки работает он уже поддерживает перенаправление потому что он RFC поддерживает надо только этим уметь пользоваться а пользоваться этим сможет клиент что сделает клиент клиент возьмет свой трафик свой SSH трафик и через тот же DNS to TCP только уже не D а C завернет его в запросы DNS и отправит его на зону которая заранее сконфигурирована на DNS сервере DNS to TCP 7 в Windows нету но это же Linux это же open source все открыто вы можете взять этот DNS to TCP который в Linux есть скомпилировать будет все то же самое но для Windows ну а не хотите компилировать есть Google написали DNS to TCP tcpc бесплатно скачать вам программисты скажут мы уже скомпилировали вот можете ее взять допустим клиента который желает обойти firewall вот видите что-то сюда не пускают этот DNS to TCP уже скачал видите DNS to TCP скачал теперь клиент пишет DNS to TCP с вот синтаксис синтаксис как мы видим довольно простой написано укажи зону куда будешь подключаться DNS сервер по умолчанию дефолтовый ну и еще различные ключи ну c включить компрессию ну почему бы не включить давайте включим ну теперь смотрите пишем DNS c озона dns clab .ru как напомним этот DNS clab .ru теперь принадлежит хакеру он ее зарегистрировал ему делегирование сделает подключаемся и вот видите нам тот сервер который я только что запустил отвечает здравствуйте вы ко мне пришли по протоколу DNS хотите что-то у меня спросить но я не просто DNS я DNS DNS то TCP я бросаю ваш DNS трафик в TCP а после TCP куда ему деться вам же естественно непосредственно TCP не нужен вам наверное нужно то что лежит выше TCP я вам предлагаю подключиться к SSH или к SNTP но SSH точно есть мы проверили там 22 порт слушается и все что осталось теперь это сказать я выбираю ресурс SSH все написали DNS CSZ ресурс SSH теперь можем так вот запустить еще раз где здесь не так зона такая ресурс такой если это собственно писать ну да здесь видите он говорит я буду использовать 10 5 6 200 12 и просит еще указать локальный порт или программа которая будет выполняться но у нас программа там не должна выполняться мы же ресурс выбираем вопрос какой-то спросите откуда берется ДНСССР если права в соответствии на ограничение запуска второго не будет теперь смотрите ситуация такая вопрос откуда берется ДНССР ДНС берется вот отсюда нитшел интерфейс покажи мне ДНС вот у клиента вот такие вот да вы можете указать ДНССР но вообще-то вы его можете и не указывать если он у вас в настройках прописанный а если у него ограничены права и он не может что-то запустить то тогда это мера противодействия мы сейчас считаем что сидим тут пользователем с неограниченными правами и все что угодно можем делать раз он теперь сказал что вот когда будешь подключаться к СССР еще и порт не укажи видите локальный порт хочет то раз СССР то и локальный порт у него пусть будет 22 логично да и что теперь теперь все нравится он говорит я слушаю 22 порт что сейчас произошло сейчас произошло вот что мой клиент поднял DNS to tcp клиент и DNS to tcp клиент работает другую слову он слушает 22 порт и как бы говорит кто желает в 22 порт на меня подключиться присылайте мне свои данные я буду 22 порт слушать и когда вы ко мне на 22 порт придете я возьму ваши данные облачу в DNS запрос отправлю на DNS сервер полномочий за зону DNS к.лаб.ру там меня ждет ресурс SSH он меня встретит как родного и отправит мне ответ по протоколу SSH а вы уж будьте добры имеете SSH клиент который будет через этот DNS туннель подключаться будет такая ситуация мой DNS ttcpc слушает 22 порт ждет что мой SSH клиент я напишу SSH клиент не хочет рисоваться давай так напишу еще раз мы видим из-за виртуальной машины давайте вот так сделаем DNS ttcpc слушает 22 порт и ждет что теперь какой-нибудь SSH клиент не рисует ну ладно так напишу SSH клиент сюда подключится нажалось у меня теперь этот DNS то tcpc повернется в DNS и на тот DNS сервер запрос будет отправлен там DNS сервер нас встретит SSH демоном и у нас будет SSH подключен в Windows SSH нет команды но есть всякие пути кити мы их можем сконфигурировать для того чтобы подключиться в себе в 127 0.0.0.1 на 22 порт причем мы читали RS7 SSH поддерживает проксирование и туннелирование здесь же в настройках пути в настройках SSH есть настройки туннеля вы можете сказать я желаю иметь порт 8080 для того чтобы через SSH сделать HTTP скажем так туннель а в эти 8080 порт наш обычный браузер будет выбрасывать свой обычный HTTP трафик то есть браузер HTTP трафик будет гнать в проксе на порту каком-нибудь 8080 пути получив HTTP будет его заворачивать в SSH а SSH через DNS то TCPC будет выходить через DNS давайте проверим как это будет теперь работать пути кит точно так же бесплатно скачивается хакер естественно эту кит запускает и говорит я сам к себе 127 001 который слушает DNS буду подключаться и как на слайде показано зайди в SSH зайди в туннель укажи порт заодно сделаемое проксирование и теперь когда у нас есть такое проксирование подключимся и проверим можем ли мы иметь туннель или не можем подключить так вот сделали надо еще раз сохраниться и подключаемся нам присылают как по RFC SSH сертификат мы его верим это наш сервер мы туда можем залогиниться и действительно мы попали на этот Kali Linux если я сейчас напишу из конфиг то видите 10, 5, 6, 50 но как же так это же SSH SSH использует TCP TCP тебе запрещен но этот TCP оказался завернут в UDP оказался завернут в DNS но пользователь идет еще дальше он идет в настройки своего браузера и здесь конфигурирует настройку прокси сервера прокси SOX 5 127.0.1 порт 8080 как на слайде то есть возьми HTTP брось в 8080 тебя там будут встречать бросать в SSH SSH завернут в UDP UDP завернут в DNS отправят на DNS сервер DNS сервер UDP превратит TCP TCP превратит в SSH а SSH нативно поддерживает проксирование ну и проверяем попробовать снова о интернет заработал таким образом несмотря на то что Firewall мне строго блокирует весь TCP трафик не говоря уже отдельно HTTP отдельно TCP я все равно имею выход в интернет посредством DNS туннеля мы теорию изучили и на практике я вам DNS туннеля построил если есть какие-то вопросы сейчас нужно задать ну фактически один трафик заворачиваем в другой чтобы пройти через Firewall совершенно верно мы один трафик заворачиваем в другой и даже другой трафик заворачиваем в третий таким образом обеспечивается не только туннелирование но и шифрование поскольку SSH обеспечивает шифрование всего трафика и никто не будет знать мы мало того что выходим и все и все и все да ну что ж как теперь этому противодействовать как противодействовать на стороне DNS сервер смотрите еще раз убедимся что у меня работает DNS туннель вот что-то там поискал видите у меня да я что-то могу найти но вот мой DNS сервер он сидит ничего не подозревает во-первых вы можете посмотреть на запросы которые он разрешает которые он кэширует вот если выбрать advanced feature то кэш локап то вы увидите что вот вру видите это все закэшировано было что вот идут запросы DNS и вот видите какая куча имен запрашивалось клиенту так можно обнаружить но согласитесь что вручную так найти тяжеловато потому что в DNS сервере в кэше видите будет куча чего у меня клиент лабораторный вообще никуда не ходил и тут же все равно куда-то побежал и одноклассники где-то там сверкнули или в интернет и вконтакте и вебмане а если он реально будет сидеть тут вообще будет много это же надо зайти заподозрить и увидеть сказать ой сколько ты всего запишировал зачем ты такие имена спрашивал вот видите что оказывается клиент спрашивает ну так можно найти еще можно вот так поступить на DNS сервере есть средства мониторинга перформанс монитор и вот когда вы увидели перформанс монитор вы можете добавить счетчики ну если вы пойдете на курсы по администрированию Windows сервера вас отдельно будут учить как мониторинг ведется мы предполагаем что вы уже знакомы с этим счетчиком есть счетчики относящиеся к памяти к процессору есть счетчики относящиеся к DNS серверу а вот они здесь их много нас особенно будут интересовать рекурсивные запросы или здесь еще есть счетчик UDP запрос вот можно его добавить или даже сколько UDP запросов в секунду получено сервер процесс использования процессора по умолчанию вот два и вот можно в различных видах нужно налаживать масштабирование и вот что будет если клиент куда-то там пошел что-то стал искать мы можем видеть что число запросов в этот момент увеличивается видите UDP query receive там 1402 а когда идет трафик вы говорите что число запросов в секунду сильно увеличивается здесь выходит отдельно вопрос такого вот бейслайда потому что если вы вот прямо сейчас решили мониторить то вы не знаете вот 1400 было это хорошо или плохо может быть у нас организация столько запросов шлет но если вчера было 40 а сегодня 1400 то значит вы можете предположить что где-то есть UDP и дальше уже по IP-адресу кто запросы делал отслеживать а кто запросы делал вы можете узнать если включите отдельное мониторинг дебаг логин логирую все пакеты и все пакеты записываются в отдельный файл можно сказать нас интересуют только реквесты только UDP и только если они входящие тогда вы IP-адрес который такие запросы шлет последите как обычно не включаются и включаются на короткое время потому что снижается производительность а что еще а еще есть утриха называется DNS CMD на DNS сервер DNS CMD позволяет получить информацию а также позволяет сконфигурировать сервер а еще какие статистики и напишем DNS to CMD статьи speaks и чтобы много всякой статистики будет только запросы пусть он нам найдет большие большие буквы отличает у нас 1406 запросов получено столько это отправлено и вот можно следить за тем как этот счетчик меняется ну и существует команд для PowerShell getDNS сервер статистикс он ту же самую информацию вам выдаст давайте проверим напишем getDNS сервер статистикс он собирает эту информацию совершенно очевидно что вручную тяжеловато столько времени собирать поэтому хотелось бы иметь какую-нибудь систему мониторинга которая нам этот процесс автоматизирует какие-то графики будет нам строить это то что мы можем сделать на DNS сервере обнаружить запросы которые идут к нашему DNS серверу ну и точно так же мы можем обнаруживать запросы которые идут от нашего DNS сервера если наш DNS сервер много запросов куда-то шлет значит тоже может быть находится в состоянии туннеля теперь можно противодействовать на стороне фаервола на фаерволе вы это сделаете только если у вас сниферится трафик вы его как-то анализируете и теперь смотрите вот есть DNS и потом пошел еще теперь вот так обычно трафик нормальный выглядит если же он выглядит как DNS 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 то наверное много DNS запросов через наш фаервол идет уже не отход ли это туннель дан с ть и туннель п туннель а в Продолжение следует... Продолжение следует... Можем посмотреть на то, из чего ДНС состоит. Сейчас на клиенте, видите, у меня есть ДНС-туннель. Вот Моя пришел куда-то, чего тут пытается открывать. Да, производительность будет страдать. Да, будет он притормаживать, да, вот и все. Но, тем не менее, выход в интернет вот у него есть. Как он выглядит? Видите, он выглядит вот так. Если вы, скажем, показывает нам весь трафик, то трафик ДНС вот так вот выглядит. И первое направление, это давайте-ка откройте какой-нибудь графический инструмент. Может быть, вы купите какой-нибудь NetFlow Analyzer платный. Это я вам бесплатный Варшарк показываю. И тут какой-нибудь там фильтр ДНС. И вот ДНС, давай-ка примени, а это общий фильтр ТСП, который есть, тоже там применим. И вот вы можете видеть, да, что вот весь ДНС-трафик потом сильно скачет. И вы можете смотреть, о, сколько у нас было пакетов, байтов, битов, какой интервал. Выбираете и можете сказать, было все время вот так, вот так, а теперь аж до тысячи запросов поднимается. О, наверное, ДНС-трафик тут уж зашкаливает. Вот весь ДНС, а тут, скажем, весь IP. И, скажем, вот у нас фильтр такой и фильтр такой. То есть весь IP-трафик и ДНС-трафик совпадает. Вот весь IP, а вот ДНС. Но так не бывает. Обычно ДНС, он должен разбавляться каким-нибудь, там, СИП, еще каким-то трафиком. А когда вы обнаружили, что ДНС на пике, протокол ДНС, видите, вот в пике есть. Давайте на этом ДНС посмотрим. Тут самое ДНС-запрос, смотрите теперь, как выглядит. Клиент обращается на сервер и говорит, скажи мне, кто такой там, я.ру. Это нормальный запрос. ДНС-работа. А вот дальше, когда идет ДНС-туннель, клиент говорит, ДНС-сервер, скажи мне, вот это БРВА, КУА, ДБА, типа текст, скажи мне, можно настроить сервер, что он спрашивал записи типа текст и типа кей, ключик. Ну, чтобы не было подозрений, ключи они, естественно, так они и выкидывают. И вот вы можете смотреть на фаерволе и видеть, что это точно не обычный запрос, потому что записи типа текст, да еще такого вида, да еще в таком количестве обычно клиенты не запрашивают. Существуют системы анализа трафика. Вот в AirShark имеет какие-то возможности. Но существуют специальные анализаторы трафика, любого, в том числе ДНС, которые красивые графики вам построят и красиво нарисуют, отчет создадут. Ну, а когда вы обнаружили, какой IP ДНС строит, вы это IP можете блокировать, его находить, расследовать инцидент. Ну и то, что вы указали. Я буду бороться на стороне клиента. Если вы контролируете компьютер клиента, то тогда вы можете ему сказать, давай-ка мы групповыми политиками запретим запуск нежелательного программного обеспечения, а блокером сконфигурируем. Да, если он со своим ноутбуком придет, там он администратор, ничего не сделаете. Ну, вы тогда можете его контролировать на предмет того, какие настройки он будет получать, внедрять политику изоляции домена, сказать, давай IPC у нас будет только в домене, мы его в сеть не пустим, если он придет со своим ноутбуком. А если у нас на компьютере, то вот оплокером мы его сконфигурируем. Давайте покажу, как выглядит оплокер. Конечно, это тема разговора на отдельном курсе, ну, если я открою групповые политики, настройки Windows, ну, как-то есть политики ограниченного использования программ. Если добраться от Application Control Policies, Security Settings, Windows Settings, ну, тут оплокер есть. И мы можем сказать, мы сейчас его сконфигурируем, чтобы тут применились правила, которые мы закажем, и исполняемые правила создадим хоть как-нибудь, хотя бы по умолчанию. По умолчанию создается так, администраторам все можно, всем можно запускать только то, что в Program Files Windows. Или, можно сказать, знаете, администраторам тоже не надо, это тоже можно удалить, или как-то изменить администраторам по какому-то пути, что-то можно запускать, нельзя запускать. Ну, вот так выглядит правило. Ну, сейчас можно применить, и после этого я могу запускать только те программы, которые расположены в Program Files Windows. То, что в Tools, уже не запущу, потому что не написано, что программы отсюда запустить можно. То есть пользователь не имеет права записать Program Files в Windows, имеет право записать только себе мои документы, а оттуда он ничего запустить не может. Вот это такое первое направление. Второе, вы можете прокси-сервер групповыми политиками настроить, чтобы он прокси-сервер в браузере не мог себе изменить. Ну, не акте какая, но все-таки защита. И, как вы правильно сказали, использовать непривилегированные учетные записи, чтобы он просто не мог сокет открыть. Он рад бы сказать, я сейчас буду слушать 22-й порт, а система ему скажет, чтобы слушать 22-й порт, ты должен иметь ограниченные привилегии, давай, вот тебе ЮАК по рукам, логин, пароль администратора, а так, аксессу, знаете. Ну, и, естественно, любые меры установки, защиты на клиенте, тут тоже нам помогут. Например, Defender в восьмерке, он этот DNS-10CP определяет, как А, средства построения туннеля, дай-ка я заблокирую, на всякий случай антивирус установить, тоже хорошо. Да, такие могут быть меры противодействия три раза. На DNS-сервере, на Firewall'е и на инфраструктуре, которая выполняется вокруг клиента, ну, мы IP-адес чужому ноутбуку не дадим, или на самом компьютере, если он принадлежит нашей организации. Что ж, можно делать выводы, что мы за этот час посмотрели. Мы увидели, как работает инфраструктура DNS на предприятии. Увидели, что вот у нас 12-й сервер, тут DNS-сервер сконфигурирован. Увидели, что Firewall'ы могут блокировать трафик. И действительно, пока не было DNS-туннеля, я включил Firewall, пусть персональный в целях демонстрации, но похожий интерфейс будет, если вы корпоративный интерфейс конфигурируете через веб-админку, будь то Cisco, будь то на Unix что-то. Ну, вот какой-то там трафик заблокировали и не выпускаем на определенные ресурсы. Посмотрели, что можно установить где-то там в интернете, хоть в Америке, хоть где, DNS-сервер сделать его туннелирующим. А клиента не нужно использовать на использование этого DNS-сервера. Клиент на свой локальный DNS-сервер придет, и локальный DNS-сервер, как миленький, разрешит ему имя с внешнего домена. Да, конечно, вы можете сказать, мой DNS-сервер будет иметь у себя вот такую вот галочку. Desable Recursion. Вот, если у тебя lab.ru, его разрешай, а если какой-нибудь DNS-сервер, то туда не разрешай. Ну, а если вы так сделаете, вы же функционал потеряете, ваш DNS-сервер не сможет разрешать запросы клиентов для легитимных зон. Поэтому я бы не сказал, что это хорошая практика. Ну, вы видели, как клиент настраивается на использование DNS-сервера. Устраивается три раза. Во-первых, утилитка, аналогичная DNS-су-тсервера, заворачивает TCP-трафик DNS. Поверх этого какой-нибудь SSH, который бросает не на конечный IP-адрес SSH-запрос, а в локальный порт, который DNS-сервер поднимает. И в эти моменты веб-браузера используют прокси-сервер который в тот же SSH проваливается. SSH проксирование поддерживает на тему. Ну и под конец мы посмотрели меры противодействия построения DNS-туннеля на стороне сервера клиента. Как вы видите, агрессивно вы ничего сделать не можете. Вы можете только обнаружить туннель и потом уже динамический IP-адрес блокировать. поскольку DNS-туннель полностью соблюдает RFC для DNS. То есть это реально запрос, реальный ответ. Это не SSH трафик, использующий 53-й порт. Это реально DNS-запрос. Давайте еще раз зайдем посмотрим, что мы тут на снефериле и скажем вот транзакшен ID, флаги, все как положено. Ну то, что имя такое неинтересен такой вот ресурс тип TXT, но TXT это тоже поддерживает. Нам DNS-сервер отвечает, но он отвечает тоже по RFC, тот же самый транзакшен ID, тоже флаги поставлены, открываем RFC и читаем, никаких возражений здесь нет. Настоящий DNS-трафик. Поэтому если вы хотите DNS-туннель обнаруживать, вам можно только приглядеться и посмотреть, зачем-то запись типа текст или запись типа кейс спрашиваешь, у нас клиенты обычно это не спрашивают, ну давай-ка его посмотрим. Ну и на DNS-сервере конечно никуда не деться от кэширования запросов, вот результат работы DNS-туннеля заслудили мне кэш DNS-сервера, потому что DNS-сервер все запросы пиши. Ну что ж, если есть вопросы, теперь самое лучшее время их задавать. Вопросы можно задать в чате, я могу также включить микрофон, если кто голосом хочет спросить, вы руку поднимите, и я вам микрофон тоже включу. Ну и может быть у присутствующих есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спросить. Программы и ресурсы, которые могут быть полезны, находятся в таком количестве, что их общий объем не умещается на 6-9-дисках, которые мы предлагаем студентам курсов по этичному хакингу. Я использовал сейчас калли линукс, ну так, лишний раз его прорекламировать, и мне из этого калли линукса была нужна только служба SSH и DNS to TCP и все. Возьмите любой ваш линукс, DNS to TCP бесплатно скачивается с репозиториями, в SSH есть в любом линуксе. Да, DNS to TCP в Windows я вам показал, DNS to TCP для Windows возьмем, скомпилируем. Да, то же самое для Windows тоже есть. И DNS to TCP не единственный туннелирующий сервер, поскольку вы понимаете задачу, на что нужно сделать, нужно написать программку, которая ловит DNS traffic, транслирует в TCP. Я учился на программировании, и учился программированию. У меня тема диплома разработка программного обеспечения для имитационного моделирования систем. Я математик по образованию, и мой диплом программно напишу. то есть я программист. Я оцениваю эту задачу, если бы мне так сказали, это мне бы дали в качестве курсовой на третьем курсе. Поскольку это не так сложно написать такой сервис, но и программ, которые это делают, находятся в достаточном количестве. может быть Kali Linux какие-нибудь аналогичные блоки именно под Linux? Kali Linux есть и другие дистрибутивы, какой-нибудь самурай хороший, еще дистрибутив Linux, их много всяких, какого-нибудь бэкбокса, на конференции BlackHat Linux была своя сборка Linux, это все пожалуйста может быть. Ну и Windows тоже может быть. Вот придете ко мне на курс, я скажу, вот у меня здесь HackerXP, я туда уже установил Metasploit, Nmap, все такое, вот хотите, я ее сейчас буду распространять и буду говорить, что это моя сборка. Нет такого, чтобы была какая-нибудь известная сборка, они все больше такие, вот возьми зверь CD, там функционал, какого-то софт установлен. А чтобы там были инструменты, обычно это не требуется, Windows инструменты так просто устанавливаются, возьмите любую семерку, next, 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 установили один инструмент, next, 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 установили второй. И здесь нет необходимости делать такие сборы. Вопрос, что в любом случае нужно получить делегирование. Ну, действительно, если вы хотите иметь туннелирующий DNS сервер, то должен быть у вас полномочия, чтобы DNS сервер к вам пришел за разрешением имен. В принципе, не обязательно делайте делегирование на верхнем уровне. Я вот сейчас прибегу, пока администратор спит, и в тихомолочку на 12 сервере сделаю здесь запись делегирования. Или здесь пропишу условную пересылку. Вот условная пересылка. если кто спросит домен hack.ru, пересылай его на IP-адрес 10.5.6.50. Все. Я нигде делегирование не делал, но на DNS сервере, который мой клиент будет использовать, есть предположение, что вот эта зона доступна на каком-то сервере. А на том сервере я переконфигурирую свой конфигурационный файл, и будет у меня все то же самое, но без делегирования. Еще вопросы? Если все-таки у пользователя права ограничены, можно ли как-то просто если у пользователя ограничены права, это пользователю затруднит построение DNS-туннеля, но не сделает невозможным. Потому что если у него права ограничены, пользователь может их себе повысить. Называется повышение привилей. Как повышаются привилей, привилегии детально изучаются на курсе по этичному хакингу, есть в составе хакинга система повышения привилегий, и мы там изучаем, вот есть такая техника, такая, 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 через эксплойты, через другие техники. Ну, а без повышения привилегий что же вы сделаете? Конечно, нет, вам UAC по рукам скажет, куда полез сокет открывать, все, вы сделать ничего не можете. даже если построить туннель, это ваш туннель? Ну, проблема в том, что, чтобы эту туннель построить, вам нужно сделать так, чтобы вы порт слушали, чтобы ваш браузер настроить на это. Ну, конечно, можно сказать, что я напишу собственный браузер, который будет этот функционал себе уже включать, и буду использовать такие API, которые не требуют меня открыть сокет. Но, все равно, большинство эксплойтов, большинство проблем, кто-то даже говорит, цифру в 99%, они возникают только, если пользователь сидит с правами администратора. Если он сидит обычным пользователем, то под UAC, ему нужен только эксплойт на систему, а без эксплойта он оттуда никак не верится. Всех вопросов на семинаре не задать, но мы остаемся на связи, мы открыты к общению, и Сергей Клевогин, имя достаточно уникально, находите меня в Facebook, ВКонтакте, добавляйте друзья, и специалист, видите, он говорит, вы везде зарегистрированы, ВКонтакте, в Одноклассниках, на сайте специалиста тоже можете зарегистрироваться, у нас тоже будут форумы, какие-то форумы общения тоже могут быть. Также можете подписаться на рассылки, специалист вам будет присылать e-mail, приглашать на аналогичные семинары, которые будем делать, и остаемся на связи, остаемся ВКонтакте, и если есть какие-то вопросы, не снять нам обращаться, всегда будем рады вас слышать, и будем рады вам помочь. Здесь желаю вам успехов в применении полученных знаний, официально семинар пусть будет закончен, но если остались какие-то вопросы, мы все равно, я вот запись остановлю, мы тут в веб-чате в классе посетим и пообщаемся. Спасибо за то, что были на нашем семинаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова